Глебова, Глебова, здравствуйте, здравствуйте, всем здравствуйте, всем здравствуйте. привет привет нофака добрый вечер благо блин я думаю получится еще немного поиграть и потом к вам прийти готов все соберетесь но нет и только что на лошади врезался в свою лошадь я украл лошадь врезался в свою лошадь ничего не выйдет здравствуйте эрик шутов здравствуйте давно не виделись краснодар здесь краснодар поддерживается лют краснодар чё законен заднем плане red dead redemption 2 я его до сих пор не прошел так поигрываю your nightmare свити вы там чё все собрались таки открыли его и давайте посмотрим эфир привет привет добрый вечер час усами ой надо их под это подровнять надо подстричь усики были здравствуйте здравствуйте о привет мой мой какой мой мой или или делает майки и и все же сам своими руками красят их там не знаю как чем за технология но делает скоро будет продавать если захотите такие маечки будут настроение сегодня охеренная просто с утра проснулся на с утра была репетиция мы быстренько прогнали программу у нас концерт 24 октября в москве если кто-то вдруг еще не знает мы готовим программу я надеюсь что не закроют москву ну как бы чем черт не шутит но мы готовимся мы готовимся и пока все по плану привет на 56 лет твоя музыка очень здравствуйте большое спасибо очень ценно получать отзывы от людей разных возрастов гульнара привет блин гульнар на сих пор не послушал тут дымку мне очень стыдно ж все время забываю а я пью коньяк так привет ище риповца салют череповец самый любимый фильм мой самый любимый фильм я уже каждый раз начал нет любимых фильмов нет любимых книг нет любимых исполнителей не исполнитель несколько любимых есть нет любимый не то любимая песня тоже есть о фильмах любимем tipo я не пересматриваю фильмы крайне редко бойцовский клуб пересматривал пару несколько раз ладно раз пять но все равно не могу сказать что прям любимый фильм просто интересно как он воспринимается в разный возраст привет 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 он голосовал за тебя в тнт music кто он сергей привет куда трек наподобие феноменален пустяк никогда ну в смысле то есть такие треки уже есть я не вижу смысл повторяться зачем чё я еще раз расскажу какой классный типа придумаю новое слово типа не феноменальный адам экстраординарный я экстраординарным чё за дерьмо но типа мне не нравится делать одно и то же типа кайф для новые эмоции новая жизнь новый как как новый день что-то новое приносит зачем повторять то что я уже говорил расскажи про миллион сейчас нет у нас есть условия 500 комментариев я снимаю видео например про миллион рассказываю история пушка кстати с миллионом в пост кто них не вне в теме есть пост посты в которых я рассказываю про треки с альбома что предшествовал почему чё как и так далее и вот есть пост про точку сборки как только там будет 500 комментариев мы делаем видос про миллион спасибо за живыми охеренный трек это большое спасибо саша анджела это его трек изначально ford escort и я ему такой блин для там второго куплета не отдавая сделаю и получился живыми мы подумали что типа ладно не мы подумали я подумал и предложил могу давай будем называть не ford escort его на моем релизе а живыми потому что ну проще его за запомнить любимый напиток есть апельсиновый сок обожаю миллион на репите нереальный трек спасибо вам спасибо он тебе писал кто он чувак я не успеваю просто прочитать все сообщения будет fit с мироном пока нет таких планов диджей стик салют братишь когда будешь на юге набирай альбом офигенность спасибо большое я расскажу так шла на работу слушаю кроссовки первый раз у меня мурашки давай кайф еще хотелось попрыгать на месте на месте как будто типа на концерте да есть такое любимое блюдо типа когда-то мне казалось что мне нравится китайская кухня и на мне реально нравилось сейчас уже надоело любимое блюдо не могу сказать я заценил краснодаре кто знает есть кофе сет кофейня я что никогда не пробовал там еду просто кофе берем обычно там сидим на летничке очень приятное место а недавно я попробовал там еду там офигенно вкусно ну прям типа я прям удивился салют салют клип будет ближайшее время слушайте мы в этот раз решили поступить вам рассказываю все внутрь реки знаете как обычно это чесноку мы решили поступить чуть иначе чем раньше раньше на такие типа о вот этот трек прикольный давай снимем на него клип вот сейчас мы решили посмотреть какой трек лучше пойдет какой трек будет больше стримить и в поддержку этого трека такие снимем клипец привет салам алейкум на какой трек из альбома планируется клик только что об этом рассказал ждем в казани надеюсь приедешь я тоже надеюсь приеду куда угодно майка огонь классно классно что людям нравится их надеюсь ты посмотришь этот эфир и поймешь что майки-то классные фанфики или фанфики сережа чего с туром мы говорили что тур перенесли снова на весну потому что пандемия а вдруг враг когда выйдет клип модель поведения когда они недавно снимали я не знаю это лучше у саша спросить насколько я понимаю они там кое-что доснимают доделывают чтобы в лучшем виде вам преподнести серега познакомишь меня с врагом не знаю не знаю приедешь в киров ну когда-нибудь приезжай в самару я поехал самару ребят пока почему не вышло шоу седоков я понятия не имею я вообще не вдаюсь в эти подробности не горят и попадем сниматься в шоу седокова думала седокова прикольно пойдем снились и что там дальше происходит я не знаю можно передумала выпускать это шоу может со мной выпуск говно понятия не имею планируются ли концерты беларуси пока концерты не планируются нигде кроме 24 октября в москве потому что запрещены концерты и все остальное серёжа рада тебя видеть классно волнуешься перед концертом москве до перед концертом москве волнуюсь на целый это целый ряд причин потому что это будет первый концерт такого типа уже официальном виде с бэндом то есть если раньше мы с бабичем вдвоем фигачили то сейчас с бэндом будем играть то есть опыт у меня в там есть в принципе еще в 2007 году когда мы только начинали мне всегда было это интересно и мы делали играли концерты с бэндом но это было очень сложно на тот момент потому что сложно всех собирать там профессионализма не хватало и так далее музыкантов у меня опыта не было часто побольше поэтому я снова возвращаюсь к этой теме мне очень нравится живая музыка нравится живой звук нравится как песни меняются для живых концертов с бэндом потому что каждый еще прикол в чем это же не просто бэн типа этого объявления вывесла ребята кто хочет играть со мной в бэнде приходите нет это все мои друзья с которыми мы в разной мере дружим разное время разные сроки мы тусим вместе отдыхаем вместе работаем вместе плюс эти же люди они принимали участие в работе над альбомом и и в этом и прикол потому что играя на инструменте любой из них привносит что-то свое свою энергетику свой груб вайт и так далее и получается очень круто такой знаете как коктейль в котором смешаны разные люди это вот первое почему я волнуюсь потому что все таки ну есть моменты второй момент это конечно висит в этот риск закрытия москвы потому что там уже вводятся какие-то ограничения но по концертам пока никаких ограничений нет ну и люди видимо из этого еще волнуются такие типа пить и не идти брать билеты не брать билеты и так далее любом случае все билеты будут действительные на весенних если вдруг перенесется я надеюсь не перенесется вот билеты в любом случае будут действительно следующий концерт аня 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 писала аня как ты себя чувствуешь да очень жалко что не попадешь на концерт как ты себя чувствуешь почему завязал с рэпом интересный вопрос сергей расскажи что произошло в твоей жизни почему решил черный поменять на цветной ну как-то по-новому себя ощущаю наверно наверно садимся с ним нет по-прежнему полный шкаф черных вещей меньше их не становится и когда захожу в магазин чем заказывать онлайн смотрю всегда на черное первое сразу обращаю внимание просто так и думала черт попробовать еще и разноцветное и белое и так далее привет не знаю что случилось до ним юса что здание мир случилось где концерт в москве будет ребят я не знаю как это как это происходит почему вы спрашиваете ну типа мы вроде постоянно рекламе я постоянно выкладываю stories постоянно выкладываю там какие-то напоминания где-то концерт будет в клубе джипси вечером 7 часов вечера в клубе джипси концерт 24 октября в москве билеты на сайте а имплси точка ру в телеграм-канале stories и так далее хочу в краснодар я тоже хотел бы в краснодаре если бы был не в краснодаре на сегодня в краснодаре сегодня охеренная погода в краснодаре возможно поэтому у меня классное настроение у нас 27 градусов диджи карат салют 27 градусов сегодня было мы вышли днем прогуляться и прям жарко мы зашли покушать пиццы там но место есть классно тоже с думали посидеть на улице но нет было такое пекло что мы зашли под кондиционер спасибо за песню миллион пожалуйста что для тебя является выходом из зоны комфорта блин у каждый раз ты себе придумаешь какое-нибудь новое испытание которое в принципе является выходом из зоны комфорта если говорить касательно музыки да то ну типа вот там чисто в жанре в рэпчике да комфортно и можно было бы продолжать и дальше в этом двигаться и так далее но это не интересно это скучно становится надоедает и такой типа попробуй я чем смешать туда-сюда вот в повседневной жизни выход из зоны комфорта да не знаю куда очень абстрактный вопрос не могу как 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 про какой трек рассказывать сложнее всего и все ли видео будет минуты ли ты выйдешь за лимиты сложнее всего было объясняться по треку . сборки потому что он такая достаточно личная тема и не хотелось одной стороны в нее как-то сильно углубляться но при этом хотелось дать понять откуда так сказать растут ноги у этого всего дальше думаю будет проще иду по краснодар зачем-то свитере жутко жарко действительно зачем будешь красноярске когда-нибудь буду обязательно у нас вчера снег выпал пока не расставил ночью минус 13 ужас как вы там живете зачем самое главное я бы не смог в холоде в таком жить то есть не в москве то жутко некомфортно было в краснодаре вот футболки сегодня пошел погулял кайф что для тебя счастье счастье это гармония гармония с самим собой гармония с окружающим миром окружающими людьми когда fitzlokimin не знаем никакой конкретики сибирь тебя ждет приезжай в сургут кайф в каждой песне нахожу себя спасибо тебе огромное это очень здорово очень ценно и в целом огромное спасибо за эти комментарии которые до сих пор уже неделю летят со всех сторон очень развернуты о том что люди слышат что понимают в этом альбоме и как его воспринимают на это очень ценно хочешь съесть в канаду да очень хочу в канаду ну интересно типа почти штат в штатах я был интересно как в канаде все происходит хорошего эфира спасибо серега когда новые песни ждать уже чувак и неделю назад альбом выпустил послушай их когда акустика в краснодаре была уже акустика в краснодаре сейчас нет возможности проводить концерты потому что не запрещены общаетесь с алиной с какой из алин хотя вроде со всеми алинами общаюсь бомбовский альбом красавчик растешь спасибо большое вы верующий человек во что верите видите ли в слово в термин верующий все вкладывают каждый вкладывает свое значение независимо от конфессии ну и в даже внутри какой-то одной конфессии да каждый все равно вкладывает что-то свое верующего что-то я определенно верю конкретизирую вопрос как вот во что я верю сложно в вас верю себя верю во что-то еще верю с алиной чуть на связи до вчера списывались интересная история что какие-то чуваки бомбят мне в инстаграм вконтакте везде вчера вечером идем привет это такое-то такой-то 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 мы только что с тобой алиной чусь в чат рулетки общались я такой что ну типа алина где-то в сочи было по моему я чат рулетка никогда в жизни был не пользовался но один раз может посмотрел что это за сервис тогда и чуваки очень настойчиво объясняли что только что они с нами общались и мы сказали им написать нам в личку то есть нас по ходу либо чуваки упоролись чем-то либо двойники появились у нас или как тебе работала с певицей елкой с певицей елкой работала замечательно мы замечательно поработали замечательно дружим замечательно общаемся и лиза прекрасный человек супер позитивный солнечный и заряжает этим всем как дела серёжа что нового но новый альбом да не максы здравствуйте кофе или чай кофе с молочком а куда чусь пропала давно на фотках не видно не знаю где она из сочи прилетела вчера вроде а с ливаном с левой мы давно знакомы и проект мы делали на удаленке вот я ему скинул демку ему зашло он записал прислал куплет и бросил курить нет нет не получилось я может еще раз попробую ты не поздравил мою девушке извини хорошего эфира бесконечной энергии спасибо большое я варю нормальный кафан кайф как мама все хорошо с мамой альбом кстати огонь спасибо большое в каком бы хотел стиле спеть но не спел да мне типа вообще на стиле пути но в этом плане на жанр на раньше не стиля жанр типа как идет так дело поэтому какие-то перейти поход хочу вот так вот не ничего такого очень ждем концерт я тоже очень жду концерты 24 октября кажется немножко поправился посвежил нет 70 килограмм стабильно а может еще раз поздравить может еще раз кого поздравить зачем кого-то поздравлять поздравь ты эфир очень добрый очень душевно трогаешь аккуратно цепляясь вау ты часто откладываешь на завтра то что можно сделать сегодня постоянно это моя главная проблема я постоянно сделаю потом у вас тепло любимое у нас 27 градусов любимое место на планете нью-йорк краснодар бугасская коса обожаю горы блин куча прекрасных мест откуда такие хорошие тексты много читаете из головы не знаю читаю все относительно относительно кого-то много относительно кого-то мало вы были в омске с ребятами из песен до были как там мак свобода мак свобода нормально вчера звонил созванивались не общались слушать вы новый альбом твоя музыка изменилась стала другой очень нравится большое спасибо ну блин я тоже меня наверно остановлюсь каким-то другим каких-то вещах и естественные это отражается и в музле ну и плюс типа скучно делать одно и то же кстати недавно смотрел какой-то шоу входа view хлеба и денис кукояко сказал что пенсим очень нравится сережка от тех хлеб кукояко знаешь не лично знаю лично мы пересекались краснодаре был на их концерте очень крутой качу пацанов я типа понимаю их музло да но я не слушаю типа я слишком серьезно к этому отношусь как мудак понимаете на типа то есть в музыке должно быть там должна быть серьезней какой-то не знаю внутренний снобизм мой мудацкий вот и то есть я абсолютно нормально отношусь к чувакам абсолютно нормально без негатива отношусь к их музыке просто я и не слушаю и все но я прекрасно понимаю почему она заходит людям и у них очень крутая энергетика на концертах прям качи там толпе слэм может и вся херня очень крутые чуваки очень приятны денисом и побольше знакомы вот чем с другими ребятами очень положительный чувак сегодня слушал альбом по пути к психологу хочу сказать что песня пелси круче психотерапии для меня блин это здорово приятно с толчкиным общаетесь от скайфом по родичке соскучился сто лет не слышал не видел его принял бы участие в ледниковом шоу это что такое замерзнуть и умереть гол в гуамку в понедельник с кайфом бы анджела недавно приехал из гуамки говорит супер круто погода огонь пушка но у нас концерт у нас репетиции каждый день решил задрочить пацанов чтобы все было максимально четко и бедные каждый день играют ну и я с ними спасибо не думал сбрить усы нет зачем нормальную свечу начинает белка привет девочка слушай одно и то же это же скучно слушать это же тоже скучно слушай не все люди это понимают ну то есть здесь такой прикол мне кажется какая-то ограниченность данные люди имеют на это полное право то есть услышал тебе понравилась какая-то песня у исполнителя да и тебя в целом плевать что человек там может быть растет развивается у него меняется мировоззрение еще что то еще что то то есть и ты ждешь точно такую же песню и потом еще одну точно такую же потом еще это неинтересно прикиньте если бы не знаю ли в литературе так бы было да все книги были бы на один сюжет кто бы их читал а музло почему-то слушают вот новый альбом более мелодичный более лирически мелодичные приятнее слушать спасибо самую охуенно усы в мире что больше запомнилось запомнилось в детстве что ты больше всего запомнилась в детстве у меня такая тема что у меня очень ранние воспоминания из детства шарите то есть я помню себя там в двухлетнем возрасте недавно задумывался о том что ну типа мы на детей смотрим таки ой да они там не понимают еще что-то бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла как-то так воспринимаем но вот я свои ощущения оттуда помню я же себя обещал абсолютно полноценным человеком и точно таким же центром этой вселенной блин интересно когда будет яркое воспоминание с детства я детство провел на севере первые три года то есть родился в краснодаре и потом с родителями родители увезли меня на север это был поселок депутатский за якутском до три года мы были там и и и и и и и и оттуда у меня много воспоминаний я помню два года мне было где-то я проснулся ночью или вечером не знаю кроватка у меня вот это было я вылез из этой кроватки потому что меня мутило типа желудком что-то и так далее я не знал слова как это как это называется вот это состояние я помню я вышел на кухню там по-моему мама была столь и родители с друзьями были то ли еще как не помню я пытаюсь объяснить свое состояние не могу подобрать слова потому что я не знаю как это и и вот это было такое яркое воспоминание есть извините пролистываю кучу комментариев чтобы ты сталкивался с мистикой в жизни а что называется мистика что-то считаешь мистикой у меня такая тема не знаю можно считать это мистикой или нет но я воспринимаю это как некие знаки совпадения то есть у меня в жизни случаются когда мне эти совпадения идут один за другим одно за другим да и в принципе попадаются я понимаю что все окей все происходит так как должно быть эти совпадения могут быть очень странными я кому-то даже из друзей мы обсуждали это игру ты не поверишь тут реально вот такой вот такое происходит куда нет фигня какая-то я дайте буду каждый раз рассказывать когда будет какое-то новое совпадение просто делиться и начал скидывать на посмотреть вот и бывает очень интересной ситуации серии когда кто-нибудь там заходит в комнату говорит какую-то фразу я допустим сижу читаю twitter и эту же фразу вижу в twitter и например еще какие-то штуки не знаю мистика это не мистика интересно да еще интересное совпадение обложку альбома где с радио я решил эту фотку поставить буквально там не то что там за несколько дней до того как нужно было сдавать релиз а уже мы все сроки за этой обложке просрали потому что я перебирал кучу вариантов пытался что-то придумать и потом пришел к этому варианту скинул обложку все отправили релиз и когда релиз вышел вово мэй звукорежиссер с которым мы это все делали записывали он мне скидывает видео где мы делали последний трек новый и делали аутро вот это еще волны волны вот это был последний трек который мы заканчивали делали аутро для него и я записывал туда радио шумы то есть я взял настоящее радио сидел с микрофоном выложу это видео похоже вот сидел с микрофоном с этим радио и крутил такой типа и альбом выходит он не скидывает это я понимаю что типа нифига себе то есть обложку альбома я сижу с радио и получается последний трек мы доделываем финальное это аутро с монологом из фильма облачный атлас и я снова с этим радио ну с другим появимся у нас радио прикольно что сказал бы себе 18-летнему не трать время чувак соберись хватит просирать свое время работой 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 в помни свои рубрика неожиданные вопросы о чем был твой последний сон я не помню честное слово не помню она смотрит мне в глаза не отпуская не опускаю взгляд не отпуская руку говорит это судьба на не вынесет разлуки можешь предложить продолжение немного спеть нет не могу ну типа я знаю что вам нравится эта песня я знаю что типа вы имеете полное право на это но это просто по фану написанный куплет вы серьезно привет с владивостока салют владивосток с каким своим страхом ты боролся дольше всего с каким страхом я боролся дольше всего ух вопросы надо задаешь у меня не так много каких-то страхов ну в плане занятия кто-то высоты боится я не боюсь высоты кодок аустрофобия у меня нет остров насекомых боится я не боюсь насекомых крыс тоже пофиг змеи все равно какой страх наверно главный мой страх это быть целиком и полностью с собой вот прям на сто процентов ну то есть на тем вещать напрямую то что в голове да это номер есть какой-то страх есть талософобии или еще какие-нибудь фобии никаких фобий нет кажется жаль что не видишь что не вижу когда новый альбом у меня у меня серия очень удобный ответ из когда мне спрашивают когда но он будет спрашивать новый альбом я буду я уже выпустил не думал записать трек с данной соколовы уверенно трек был бы огонь нет пока не думал страх потери близких потери близких это безусловно трагедия но есть вещи если они случаются да то мы уже никак на них повлиять не можем это ну неизбежные вещи безусловно это ну хреново но мы все как когда-нибудь кого-нибудь теряем или и потеряем еще или нас кто-нибудь потеряет от этого не уйдешь куда футболка спасибо смотрел черное зеркало до смотрел согласен насчет данный сокола мы сейчас с машей маригу обсуждаем трек о как раз написали вот вам совпадение только что я говорю маша маригу идут и уже пишут с мэри гуфи был бы супер сережа покажи те тату и расскажите о ней какое все просто это мама 18 лет я здесь с портрета история очень долго я уже как-то рассказывал и сейчас честно повторяться не хочется планируешь тур по казахстану когда все ограничения с ним и пока не планирую если позовут поеду жизнь всегда закаляет чего так как это сделать с этим телефоном заскучил запомнимашки на концерте чеха у тебя крутая что такое чеха ура как не попасть в плен прокрастинации заставлять себя шевелиться забираешься на какой-нибудь фотошут сходить нам нужно больше красивых фоток да можно было бы но перед альбомом типа обсуждали что можно сделать фотосесс какой но так что до этого не добрались да надо сделать краснодар фотографа созвон как там версус хорошо ведет рудбой о вы уже спалили до что ваня рудбой новый ведущий версуса давали очень органично в этом при этом всем он же самого начала с версусом то есть он сначала в этой тусовке все знает так далее и задевали это такой серый кардинал российского рэпа ну то есть вы не вы не знаете да но на самом деле ваня решает вопросики что вдохновило делать слова это была идея хайда меня вдохновил хайд его вдохновил don't flop battle видишь всем фанам интересно что ты читаешь я пропустил видимо вопрос что я читаю прямо сейчас дочитал все и не знаю что почитать дальше пока что выбирать решаю о когда думаешь в украину когда с меня снимут эти ограничения мне нельзя в украину потому что это очень смешно полно сайте в этом миротворец да как же там типа что я ходу пропагандист или что-то такое что люди которые меня знают знают мои отношения к пропаганде в россии вот это что там меня вот так вот это просто в крыму выступал вот выступал в крыму то показали кажется по телику причем то было совершенно аполитическое мероприятие любое мероприятие которое в крыму проводят его сразу считать на на политическим но как бы я вертел на одном месте что они считают то есть я не принимаю участие в мероприятиях которых есть какие-то политические лозунги какая-то политическая подоплека и тогда я делаю музло я делаю там узло для людей если меня приглашают я иду делать это вот прочитай про вутен книгу на 50 оттенков темнее еще понравилось 50 оттенков серого мне кажется в жизни читать не буду про вутенк книгу я книгу риза читал 2005 году еще до в штатах когда был купил но это не та литература который мне было бы интересно читать что нас насчет сейшин 2 сейчас разберемся с концертом и возможно займемся сейшин и возможно это будет уже такой сейшин не акустически уже более живой привет из беларуси привет беларусь вы красавцы да я пропагандист усов и хорошей музыки еще как тебе слоем из black star слоем классный пацан нормально читает кстати нормально техничный парень наконец-то если на блок стар появился техничный рейтер что за мерч на тебе сейчас то не совсем мерч это мой братишка ив ему кайф он решил попробовать себя в производстве шмотки и вот делать такие футболки они каждая каждая уникальная уникальные цвета и делается это все вручную и посмотрите у меня в stories я отмечал их аккаунт они скоро начнут продажи может быть уже начали наверняка можно оформить предзаказы что ты думаешь о деле фургала слышал об этом вообще да конечно слышал периодически появляются новости слышал что она уже начали все-таки разгонять митинги в поддержку фургала и это дно сраное то что их разгоняют люди должны иметь полное право на высказывание своего мнения тем более касательно губернатора которого они выбрали и если этот губернатор преступник да какого хера вы раньше об этом молчали ну то есть если он там замешан каких-то делах да почему вы давали преступнику находиться у власти или вам вот эти же дела были там больше десяти лет назад если не ошибаюсь ты не почту фугалку да там его обвиняли 2005 не знаю что я не помню вот и то есть человек 10 лет у власти и вам 10 лет понадобилось чтобы вот это расследование дали сколько там 15 я не знаю то это гон какой-то вот вопрос где вы нас наебывает там или здесь типа поэтому полный бред с любой стороны как ни крути это что сейчас происходит мне кажется просто типа чувака просто мешать наверно устал сегодня камеди смотрела я тебя поздравляю классно у тебя уже готово видео про миллион если завтра будет 500 сразу выложишь нет видео про миллион не готова когда наберется 500 мы его снимем но мы быстро делаем рома бесценный супер красавчик он сразу монтаж съемка туда-сюда не читал зеландо трансерфинг реальности если да как к этому относишься я прочел две книги у зеландо про трансерфинг реальности я понял о чем он говорит но я вижу в этом большую коммерческую историю потому что слишком много воды то есть видно что это поставлено все на скажем так бизнес рельсы и просто история которая могла бы уместиться в одну книжку ну вот его философии взгляд до на вот происходящее это все растянулось но бесконечное количество книг читайте покупайте и так далее вода ну то есть там есть зерно какое-то до здравого смысла то есть как как сказать это теория да эта версия описывающая происходящее как работает наша реальность и в чем-то находит подтверждение в чем-то я сам сталкивался по что-то верю и так далее но там очень много воды что бесит в людях вы так и не ответили я могу сказать что мне бесит в краснодарских людях вот я это позади с каждым годом все больше и понимаю у нас люди на расслабоне постоянно 24 на 7 просто на полусогнутых двигаются никто не может ничего быстро четко сделать кроме рома бесценного рома бесценный моментально вот и вова мэй допустим от звукорежиссер у нас красавчик просто очень все четко быстро делает а бывает ситуации когда ты закидываешь проект на сведение и тебе он нужен уже там через неделю его выпускать надо срочно горит а чувак просто проебывается он тебе да вот будет в этот день сам выставляет стройки сроки то есть ты не выставляешь потом проебываться и ты попадаешь не выходит трек там еще что-то и огромное количество таких примеров в краснодаре все на расслабоне на полу его они сегодня люди по крайней мере в сфере в которой я до работы в музыкальной шоу-бизнесом и так далее они не понимают как должна проходить работа серёжа как ты закончил школу и на кого пошел учиться в коме ты понял что хочешь заниматься музыкой музыка начал заниматься классе в одиннадцатом десятом одиннадцатом в школе я учился до 9 как возраст как 10 11 класса в школе учился до 9 класса потом поступил в колледж при политехе там отучился в колледже на отлично защитил диплом пост перевелся в университет и на четвертом курсе перестал его посещать чья лирика нравится чит текста нравится слушать мне нравятся тексты и лирика в которой слышу что-то интересное шарики то есть мне не интересно сколько телок ты". Не интересно сколько травы ты скурил мне не интересно какие там дороги мне не интересно там вот 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 такие вещи и поэтому мне не интересно слушать 90 процентов современного рэпа мне интересно когда интересно ты книгу читаешь да и вот тебе интересно то же самое с текстами какие-то ладно херсти кстати до проекта песни доказался каким-то мрачным чуваком я могу сейчас казаться мрачным чуваком нормально но не прикольно хочу искренний фанат подарить тебе крутые красивые фото а ты фотограф хочу жить в краснодаре живи ты крутой ты тоже но не в этой футболке это как-то связано ли это другой человек писал не тут разные люди ветер перемен залетел да я фотограф скинь пожалуйста работы с кайфом по работам если что прикольно делаешь стилёк сделаешь когда-нибудь еще мотивирующую песню в стиле еще один шаг крылья уже сделал послушай твой новый альбом совсем не похож на рэп скорее это уже другой стиль кайф что вы это понимаете хочу в поход иди из какого фильма начальный диалог в песне тысячи лет начали делать тысячи лет из фильма два папы какая песня нравится больше из альбома мы любим песня на альбоме это волны и как угодно ну как угодно она просто уже старше в принципе мне кажется на мой вкус да как угодно лучше трек что я делал на мой вкус не навязывал вам и волны сейчас да спасибо пожалуйста захрани эфир пожалуйста да окей сохраню эфир пожалуйста да офигенный стиль следующий будет рок я типа и у этого не знал какой будет какое будет звучание просто делал что получается что там дальше будет не знаю у меня есть такая пачка наработок на рэпчик типа на треки смысле такие как вам нравится вот и возможно их дроп ну где-нибудь до нового года например какую-нибудь эпишку ли микстейп до соревнования с менее серьезным подходом то есть здесь у меня одну на альбом у меня были определенные планы и задачи личные какие-то свои что-то реализовать о чем-то сказать высказаться и так далее я это сделал сейчас знаете такой с легкой душой или как сердце с легким сердце с легкими легкими думаю блин можно и по фану уже по выкидывать какие-то треки джипси тоже по qr кодом будет концерт видимо видимо да почему перенесли тур выгляни на улицу там пандемия коронавирус и мероприятия запрещены поэтому тур перенесли если ты не в курсе если не в курсе часто ты свои песни слушаешь никогда не только когда их дело в москву снова хочешь переехать там вроде больше возможности для развития нет не хочу никогда не хотел мы сгоняли в москву поработали пожили там все вместе но я никогда не говорю что я переехал в москву игру пока здесь типа обстоятельства такие что нужно находиться здесь потом началась пандемия мы вернулись краснодар и я с кайфом наслаждаюсь 27 градусов сегодня на улице как-то моложе стал выглядеть масочки что ли делаешь нет с не лето дружишь да не то чтобы дружим типа пересекались несколько раз после песен так целом на связи наверно у меня есть его номер у него наверно мой тоже здорово бро здорово из какого района ты краснодар из центра собаку хочешь себе да сегодня звонил кстати по щенкам ну блин денег до хера хотят какой у тебя вес 70 килограмм эфир 19 закончится я думаю да я думаю да через 10 минут глебова глебова здравствуйте чем заняться в краснодаре если приехать на пару дней слушай краснодар это такое место которым достопримечательности особо нет но если ну кроме парка галицкого но если ты попадаешь в хорошую погоду ты просто выходишь на едешь в парк сначала там тусишь потом идешь на красную и там выходной день хорошая погода люди гуляют тусовочка эти бары юрестики очень комфортно передай привет баре пожалуйста баре передаю тебе привет фит со свободой не ждать ближайшее время нет не ждать мы уже сделали фит со свободой ну вот собаки тебе не хватает хочу собаку породы голубой вимарана но во первых в россии всего три заводчика во вторых щенки от 100 тысяч рублей и что-то первый так это должно стоит да типа обычный вимарана щенки по сорокету а голубой 100 120 и так далее и я подсказываю делай бартер щенки по бартеру почему именно эта порода я увидел эту собаку в венгрии будапеште я был и по другой стороне улицы шел парень с собака этой породы именно голубой вимаран их два окраса есть серый есть голубой еще голубая выжила тоже похоже и я думаю просто нифигасе какая красивая собака и я начал то есть я не знал породу я начал гуглить я просто пересмотрел каталог на все породы собак пока не нашел именно эту такую вот она начал искать в россии на тот момент это было несколько лет назад на тот момент проси вообще не невозможно было найти щенка потом появились уже заводчики этой породы и поскольку их очень мало реально пол три человека три четыре человека в россии занимаются этой породой и очень сложно еще щенков найти не хочешь какой-нибудь дикое животное типа как тимати сейчас тимати диким животом назвал что хорошего вечера сереж спасибо и вам купи собаку когда концертов будет много сразу куплю собаку учат я что блин такой же человек как и вы вы что же там сидите наверно кто-то без работы у кого-то упали доходы и так далее мы с апреля сидим толком без концертов а тут надо было альбом записывать и все остальное так чё еще вам рассказать про концерт 24 октября рассказал рассказал про комментарии до рассказывал что я запустил тему видосы в которых я рассказываю про треки что привело к созданию тех или иных треков на альбоме всех треков выложил интро и точку сборки следующий трек миллион но только после того когда наберется 500 комментариев под постом с точкой сборки честно скажу я типа пытаюсь реанимировать все еще этот сраный инстаграм потому что ну грубо говоря выкладываю фотографию вот это вот с жирным лицом до шутка про круга и я вижу как охваты тут же растут ну то есть типа просто вот фотка такая как будто выкладываешь конь видео либо еще что-то она сразу намного намного ниже и нужна активность и поэтому говорю типа чуваки 500 комментов и по йому еще лайки оказывается нужны потому что мне часто пишут люди даже друзья мои до типа чего вот и пропал что-то в инсту ничего не постишь да что-то в stories ничего не снимаешь я постоянно что-то пущу в инсту постоянно публикую stories и я понимаю что instagram просто огромному количеству людей не показывает этот контент то есть я не знаю как этих сраные алгоритмы работают или не работает более того я был в герб в берлине когда год назад там общался с девочкой которая работает в инстаграм и нагрит мы сами не понимаем как этот сраный алгоритм работает то есть как то как вообще но все держится на соплях вот и в этом нужна ваша активность за это благодарочка тем кто так видность проявляет и если вам интересно смотреть что это делаю вообще следить за узлом подписывайтесь на включать уведомления на обновление то есть там нужно нажать куда-то и включить типа оповещения о новых публикаций чтобы не пропустить вот и лайки комментарии подписка колокольчик share сейф ну вы поняли это все ва чтобы музыка вдохновляла и дарила радость тебя еще не поймали в сачок женить были ты пока не поддаешься нет не поймали я уже был там а что с последней публикации с охватами там же много новых людей написала все с разных аккаунтов заходят вспоминаю про них на последней публикации про точку сборки охват пять раз меньше чем на публикации с жирным лицом когда ты еще хочешь на black star когда я хотел на black star а когда-то хотел когда-то хотел это было очень давно году в 2012-13 любимый футбольный клуб краснотар раскол братишка салют ты такой что назови топ 5 рэперов по твоему мнению да зачем вам эти вот нес тупак биги джей-зи лилвейн дрейк и сет привет якутии якутия привет яху привет хоккей любишь кто на заднем фоне на заднем фоне папа с этой макс но не тот макс про которого подумали другой макс вы его не знаете топ-5 любимых городов краснодар нью-йорк владивосток париж прага назови 5 русскоязычных рэперов любых назови топ-5 русских рэп исполнитель нахер вам мое мнение ну в этом плане сформируйте свое зачем вам знать каким мне вон там вот имейте свое мнение как вам разница какие мне нравятся рэп исполнителя вообще наверно нужны сммщик да я впервые задумываюсь о том что мне нужен человек который будет заниматься моими соцсетями которые шарит в этом там график публикации и так далее потому что я явно проебываюсь по этому вопросу а поскольку соцсети сейчас это один из основных инструментов для продвижения творчества особенно когда концертов нет бабла нет и все остальное вот да нужно заниматься раскачивать инсту и так далее если у вас есть хороший сммщик напишите как выработать индивидуальность слушай свое сердечко прислушивайся к себе как дела как настроение отлично сегодня офигенное настроение крутая погода классный эфир ходил в кино нет краснодаре кино не работает краснодаре не работают ночные заведения в краснодаре не работает кино и так далее вот вот человек вот к той кто ивану вот прикрепить комментарий вот чувак бро давно тебя не видно треки с песни залетали раньше с кайфом а сейчас пропал пойдем в прямой эфир выяснил всю вообще фигню не человек мне правда очень интересно просто узнать куда человек смотрит где что 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 почему ну видно салют здорово как дела да ничего отдыхают хорошо ты как огонь кайф тоже супер давно тебя очень видна рад видеть вообще респект тебе за твои треки правда перестал наблюдать был и были эфиры с песен вообще классно залетали многие треки а сейчас что-то пропал что случилось так нифига не пропал мы вот пытаемся выяснить с моими подписчиками что 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 делать инстаграм и все что где-то а где-то а где-то следишь где-то мониторишь вот последнее время перестал мониторить раньше когда выходили треки там может быть песен каких-то контактов контактах искал да там находил вообще класс зачет а сейчас мы уже полгода как-то вот с этой истории с коронавирусом они что-то как-то потерялись и вообще перестали курсе что альбом вышел неделю назад не в курсе в том-то и дело и сегодня случайно залетел вообще ну ты шарик а ты подписан на меня в инсте да конечно конечно он почему-то дерьмо работает братан я сам не знаю у меня последний десяток публикаций про альбом постоянно в stories про альбом и тебе этого не было видно вообще никаких stories не высвечивается может быть я просто не перестал заходить на страницу поэтому он не выкидывает предложенных тебя да да не знаю не знаю часто заходящих мы выпустили несколько треков летом там совместных каких-то ремикс там еще что-то дропнули и сейчас неделю назад альбом вышел до альбома было еще два символа то есть последний месяц мы постоянно что-то выпускаем и вот сейчас как раз тему я поднял что инстаграм очень странно работает что многие не видят что что вообще что-то происходит и что с этим делать непонятно вот что рассказал да постоянно мелькает только тимати постоянно мелькает моргенштерн и вот это вот вся движуха и все как будто больше ничего не существует у нас россии какая-то не знаю как это работает не знаю как это работает я тебе рекомендую послушай новый альбом если понравится присылай отзыв да обязательно то что сказал чуть-чуть что происходит по ту сторону потому что я вижу там активность меньше и как она работает понятия не имею как у вас там с погодой говорят что-то тепло в краснодаре да 27 градусов сегодня я сам с иваново иваново недалеко от москвы такой типа якобы город не ест нас считается у меня товарищ оттуда макс задворнов тоже и завалово и что-то как-то у нас вообще сегодня очень похолодало и что-то как-то вообще не рвануть ли к вам краснодар но нам пока везет и вроде дальше тоже теплая погода 27 градусов прям жара как будто лето кто-то пошутил что сегодня там 74 августа а сейчас вот какие планы еще есть вот прямо на ближайшее будущее может быть 24 октября концерт москве концерт москве 24 октября классно классно до лет и как что-то продаются слушаю ну понятно что меньше чем мы ожидали из-за пандемии потому что люди там непонятно решаются не решаются эти но да 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 продаются отлично отлично успехов тебе вообще большой успех спасибо и тебе удачи спасибо что подсказал как она там все происходит все все послушай альбом да обязательно вот вы поняли какая тема об этом я и говорю ни хрена не понимали инстаграм работы с этим делать то есть человек подписан на меня и он полгода не видит новостей вообще никаких не про альбом не про не про не про что что делать не знаю давайте найдем с мм щеки меня стал показывать пока всегда то было такое что даже в ленте не было поста может потому что раньше у тебя было много шума кита видосы на youtube про тебя многие люди открывали летят за музыку но я сейчас уже все знают не знаю так они подписаны на меня они зачем подписывали чтобы следить ночью пони не хочу больше на тему сегодня говорить все вроде сказал будут ли треки в старом стиле слушал тебя еще до песни дико заходил стиль последнее время твой стиль резко изменился да чувак мой стиль резко из но не резко он плавно изменился за последние 10 лет вот но если ты хочешь послушать песни в старом стиле ты можешь послушать старые песни ну типа то есть ты же меняешься да ты же взрослеешь растешь и тебя в другие мысли в голове у тебя другой мироощущение и так далее и было бы странно если бы ты не знаю 33 года до делал то же самое что в 20 25 тем более если творчество у тебя это не какая-то механическая работа а именно завязана на твоей жизни на твои каких-то переживаниях на твоем опыте на твоем экспириенсе вот это будет очень странно если у тебя будут одинаковые песни значит что ты стоишь на месте никуда не двигаешься аж не состоит из перемен ладно ребят 19 часов мы с вами уже час в эфире не надо бежать потому что меня ждут ребята в гостях вот я поеду я слушаю восход топ новости заходит нам порой хочется старого доброго так я был старый злой спасибо за эфир вам спасибо привет из калькинграда с целью калининград меня если хотите вы творец спасибо спасибо за музыку спасибо вам здравствуйте здравствуйте и до свидания потому что мы заканчиваем наш эфир сохраню эфир до сохраню эфир будет в gtv пост делать пока не буду потому что вроде ничего такого ключевого важного не обсудили напоминаю 24 октября москва клуб джипси концерт приходите альбом новый доступен на всех цифровых площадках 500 комментариев под постом . сборки и я выкладываю декодинг трека миллион рассказ о треке миллиона твой рост сильно заметен удачи большое спасибо мне тоже так кажется что это должно быть спасибо что замечать обращайте на это внимание спасибо за любом спасибо всем пока